Очередная консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая прошла в городе Чулпаната, имеет большое значение для жителей стран региона. Сегодня здесь обсуждались острые вопросы по всем направлениям. Лидеры стран высказались относительно региональной безопасности, в частности, из-за сложной ситуации в Афганистане. Как отметили в Министерстве иностранных дел, нашим государствам нужно активно взаимодействовать в целях обеспечения мира и стабильности, не только в регионе, но и в самом Афганистане. Оказать необходимую гуманитарную помощь, так как там живут этнические кыргызы, узбеки, казахи, таджики и туркмены. Это суровая реальность связана с тем, что талибаны, которые в течение десятилетий вели борьбу за независимость своей страны, они сейчас пришли у власти. Там проживают этнические кыргызы, вы знаете, там проживают этнические узбеки, этнические казахи, этнические туркмены, этнические таджики, которые постоянно жили и до сих пор проживают в Афганистане. И вот этот фактор, фактор, значит, культурный, исторический, этнической взаимозависимости и взаимосвязанности стран Центральной Азии Афганистана требует от стран Центральной Азии, чтобы мы гармонично, последовательно и сообща попытались оказать помощь Афганистану, чтобы Афганистан стал на путь устойчивого и мирного развития. Кроме этого, в новых геополитических реалиях стремительно возрастает роль делимитации границ, так как на госгранице Кыргызстана и Таджикистана имели место быть перестрелки между пограничниками. В связи с этим со стороны нашей республики Казахстана было предложено создать экспертную площадку для делимитации границ, которая будет курироваться министерствами иностранных дел. Один из самых главных и больных проблем для Кыргызстана является пограничный вопрос конфликта с Таджикистаном. Президент Казахстана, президент Узбекистана будет оказывать содействие именно в мирном решении пограничных споров. И поэтому будем надеяться, что в предыдущем не будет каких-либо пограничных конфликтов с Таджикистаном. В ходе встречи президент Садыр Джапаров отметил, что чрезвычайно важным является и вопрос полного снятия препятствующих свободной торговле тарифных и нетарифных барьеров, включая необоснованные задержки груза на границах. Также он добавил, что для повышения международного торгово-инвестиционного и транзитного потенциала Центральной Азии важным проектом является строительство железной дороги Китая-Кыргызстан-Узбекистан. По словам эксперта, строительство данной железной дороги позволит построить логистические центры и обеспечить население рабочими местами. Один из таких очень хороших и серьезных проектов – это строительство железной дороги Китая-Кыргызстан-Узбекистан, через которые будет проходить очень большое количество грузов, от 7 до 13 миллионов тонн грузов. И вообще, скажем, как за счет транзита у нас бюджет будет примерно поступать порядка 200 миллионов долларов в год. Это очень хорошие такие результаты будут. Плюс Кыргызстан может стать здесь на пути следования этих грузов неким таким хабом транзитным, где будет очень много логистических всевозможных центров. Это позволит нам создать различные предприятия, обеспечить рабочими местами. Между тем, подписанный договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве положит начало сближению стран-регионов вне рамок ЕАЭС и каких-либо дополнительных факторов. Свои спорные вопросы центрально-азиатская пятерка будет решать в рамках договора и исключительно путем диалога. Напомним, что две стороны – Таджикистан и Туркменистан – планируют подписать документ после внутригосударственных процедур в их стране. Стороны также утвердили дорожную карту по реализации договора сроком на два года. Я думаю, этот документ позволит нам дальнейшее сотрудничество в торгово-экономических сферах, дальнейшая интеграция тех намеченных и действующих проектов в рамках. Например, в этом году, если к примеру взять, именно с Узбекистаном. Сейчас идет, недавно закончилась ратификация закона о соглашении пребывания Кыргызско-Узбекского фонда развития, который направлен на активизацию торгово-экономических сотрудничеств для финансирования тех совместных проектов между Туркменистаном и Узбекистаном. Например, в том числе и с Казахстаном сейчас у нас вопрос идет о углублении сотрудничества, в том числе и строительстве ТЛК. Такие моменты, я думаю, этот документ даст дополнительный импульс к активизации и сотрудничеству этих стран. Напомним, первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане в 2018 году, вторая – в Ташкенте в 2019 году. В 2020-м саммит планировалось провести в Кыргызстане, но из-за пандемии коронавируса его отложили на год. И в августе 2021-го саммит принимал у себя Туркменистан.